Отсутствие ошибок 404 на сайте — это условие сохранения его позиций в поисковиках и востребованности среди пользователей. Рассмотрим, что представляет собой ошибка 404, почему она возникает, на что влияет и как можно ее устранить. Всем привет! Меня зовут Сергей Карпухин. Решили попробовать сделать несколько роликов по различным кодам ошибок на сайтах. Напишите нам, пожалуйста, полезен ли данный контент или дальше такое делать не надо. Ошибка 404 — это сообщение от сервера о том, что на нем нет указанной в URL-адресе страницы, файла или каталога. Особенность ошибки — она не исчезнет сама, пока владелец сайта, а в ряде случаев посетители не произведут необходимые действия для ее устранения. То, какие это действия, зависит от причин возникновения битых ссылок. Ошибка 404 возникает, если страница по текущему URL когда-то была на сервере, но оказалась удалена, перемещена, переименована, часто это происходит потому, что URL старый, изначально сформированный много лет назад и теперь не актуальный. Страницы на сервере есть, но URL, ведущий к ней, неверный, вставлен или набран с ошибкой. Почему так происходит? Частая причина — большая длина URL. При ручном копировании адрес может выделиться не полностью и после вставки окажется ведущим в никуда. Для страницы, ранее указанный в одном URL, назначен другой URL, при том, что изначальный адрес перестает использоваться. Это обычно происходит, если владелец решил масштабно изменить структуру каталогов сайта и их наименований. Например, при изначальном использовании вот таких URL, впоследствии используются вот эти URL. Страницы или файла, указанных в URL, на сервере нет и не было. Пользователь, например, предположил, что имеется такой-то файл для скачивания, но ошибся. Возможно, URL был создан динамически и имеет свой срок службы, который истек. Нередко сервисы, заботящиеся о безопасности, создают кратковременно доступные ссылки. Через какое-то время ссылка становится недоступной и исправить это никак нельзя, только запросить новый. Ошибка 404 часто имеет отрицательные последствия, причем в разных аспектах использования сайта. Если на сайте много страниц с ошибкой 404, то поисковики Яндекс и Гугл могут понизить его позиции в выдаче. Если страница с определенным URL заняла высокие позиции в поиске и набрала трафик, ошибка 404 по соответствующему адресу обнулит все затраты на кампанию по продвижению. Ошибка 404 вместо ожидаемой загрузки страницы с товаром или услугой приведет к тому, что пользователь уйдет искать аналоги у конкурентов. Также критично, если 404 возникает по связанным ссылкам на страницы товара. Например, в ней находится PDF-руководство по эксплуатации. Если страниц на сайте мало, можно открыть каждую URL вручную, чтобы проверить работоспособность ссылок. Если много, воспользоваться сервисами обнаружения адресов с ошибкой 404. Вот несколько из них. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Google войдите в Search Console. Чтобы получить доступ к перечню страниц с ошибкой 404, подтвердите права владения сайта. После этого нужно выбрать в разделе Индексирование Страницы. Далее непроиндексированные страницы отфильтровать по источнику. В таблице увидим страницы с 404 ошибкой. Кликнув по строке, попадем на развернутый отчет. Аналогично потребуется аккаунт в Яндексе и подтверждение прав на сайт. После необходимо перейти в раздел Индексирование Далее на страницы в поиске. После на вкладку Исключенные страницы. Остается выбрать в фильтре статус, где указана ошибка 404. Screaming Frog — платная программа, в отличие от двух предыдущих сервисов. Бесплатной версией можно просканировать 500 URL. Платная версия без ограничений обойдется в 259 долларов в год. Screaming Frog не требует подтверждения прав на сайт, достаточно установить программу на компьютер. Можно сразу вводить интересующие URL и выявлять страницы с ошибкой 404. Самый очевидный вариант исправить ошибку 404 на стороне пользователя сайта — проверить, правильно ли текущая ссылка. Если по ней были переходы ранее, то можно скопировать ссылку, открыть историю просмотров, вставить ссылку в строку поиска. А если соответствия не найдены, значит в ссылке есть ошибка. Но можно попробовать стереть часть ссылки, и тогда журнал опять же вычислит правильный URL в истории посещения. Другая ситуация, когда ссылка с ошибочным URL новая в истории соответствий не имеет. Если правильную ссылку найти не получилось, можно вернуться к тому месту, где вы взяли эту ссылку и скопировать ее еще раз. Если ссылка неправильная сама по себе, а не испортилась при копировании, следует обратиться к администратору сайта с просьбой предоставить правильный URL. Как исправить ошибку 404 на стороне владельца сайта? Администратор сайта должен поддерживать все ссылки в актуальном состоянии, т.е. регулярно сканировать сайт на веб-странице с ошибками 404 и быстро реагировать на обращение пользователей по поводу битых ссылок. Если причина ошибки 404 — удаление, переименование или перемещение веб-страницы, то отреагировать на ситуацию владелец сайта может двумя способами. 1. Если ошибочный ресурс актуален, сохраняется необходимость показывать его пользователю. Нужно Восстановить или вновь загрузить файл, осуществить его обратное переименование или перемещение. Либо перенаправить, т.е. установить редирект битого URL на правильный, по которому ресурс доступен или размещена его копия. 2. Если ресурс не актуален, устарел его, не нужно показывать посетителям. Можно Установить редирект с битого URL на специальную информационную страницу с разъяснениями, почему ресурса нет. Настроить фирменный брендированный дизайн страницы 404 с такой же целью. 3. На информационной странице можно разместить разъяснения по каждому конкретному устаревшему ресурсу, также привести ссылки на источники с альтернативными данными, например, с близкими по характеристикам товарами. 4. На брендированной странице обычно размещают универсальные рекомендации на все случаи появления ошибки 404, например, о необходимости перепроверки ссылки, обращения к администратору сайта и т.д. А также ссылки на главную страницу сайта и другие источники, которые могут быть полезны заблудившемуся посетителю. Другая ситуация — исправление ошибки 404, которая обусловлена назначением нового URL из-за смены структур и наименований каталогов. Сложность здесь в том, что соответствующие новые ссылки не битые, и сканирование с помощью программ не выявит ошибок. Владельцу сайта придется вручную сопоставить все исходные URL до изменения структуры и новые, а затем установить редиректы с первых на вторые. Эта процедура трудоемкая, и потому необходимо максимально избегать такого сценария. Бескрайней на той необходимости лучше не менять структуру, а в случае изменений сразу ставить редиректы, не дожидаясь жалоб от пользователей. Если сайт небольшой или ошибки 404 единичны, можно устанавливать редиректы вручную. При массовом характере ошибок имеет смысл задействовать специальные программные решения для обработки битых ссылок с помощью редиректов. Например, Terms Description для WordPress или Перелинк. Есть способы снизить негативное впечатление пользователя от ошибки 404 через информационный редирект или специально оформленную страницу. Можно разместить на странице с ошибкой 404 юмористический контент, переводящий проблемную ситуацию в шутку. Как и предложить пользователю что-нибудь увлекательное, например, пройти несложный квест, сыграть в HTML-игру, не требующий установки. Лучше всего разместить рекламную информацию в сочетании со свежим формокодом или ссылкой на отдельную страницу с другими кодами или скидками, предложить связаться с администрацией и указать актуальные контакты. С помощью строки поиска пользователь сможет найти данные, альтернативные тем, что должны были быть по текущему URL. Обязательно следует пояснить, в связи с чем на сайте загрузилась поисковая строка, разместить подсказки по ее использованию. Вместо строки поиска можно разместить ссылки на разделы сайта, которые связаны с веб-ресурсом. Итак, ошибка 404 — это сигнал сервера о том, что по URL-адресу нет веб-страницы или файла, никогда не было или их удалили, переместили, а может быть переименовали. Либо же использованы неправильные URL с ошибкой. Пользователь может исправить URL, скопировать заново, найти через историю просмотров или с использованием поисковика, в конце концов обратиться к владельцу сайта. Владелец сайта должен регулярно следить и исправлять 404-й ошибки. Сканировать сайт, выявлять проблемные ресурсы. Устанавливать каждый удаленный, перемещенный, переименованный ресурс, его имя и путь к нему. Устанавливать редиректы с ошибочных URL на альтернативный ресурс, отдельную информационную или брендированную страницу 404. Ну и в конце чек-лист, как избежать проблем с ошибкой 404. Профилактические меры. Регулярно сканируйте сайт на предмет видах ссылок. Используйте простые URL в структуре сайта, слишком длинные адреса могут копироваться с ошибкой. Сохраняйте структуру и наименование каталогов сайта. Если пришлось поменять, сразу устанавливайте редиректы. Меры реагирования. Быстро выявляйте проблемные веб-ресурсы через программы сканирования. Возобновляйте доступ к страницам и файлам по URL. Подготовьте альтернативные страницы с тем же или аналогичным товаром информационной и фирменной 404 и установите редиректы. Важно, чтобы ошибка 404 принесла минимум неудобств посетителям сайта. Ее появление необходимо компенсировать увлекательной и актуальной информацией, позволяющей сгладить негативное впечатление пользователя. Ну а на этом у меня все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok